доброго времени суток с вами снова клейтон и флойд добрый день продолжаем для вас обзор турнира rise of the sun турнир новичков по сёгну 2 дисциплине аватар ванила 1 на 1 и это уже плей-офф ответственные матчи пошли 1 4 1 4 элита против шрама первая карта уже загружается это рисовые поля выбор элита я так предполагаю чё-то я не усёк кто кто там выбирал ну скорее всего ну или это вот вижу я уже загрузился по дадзё короче у нас светилище дадзё лучников и и и и крестьянский дом элита расставляется очень странно на одной стороне короче кучей пехоты то есть завернуть справа решил разделила армия а два лука осталось без прикрытия хочу такое этому не учили ну ладно у шрама довольно таки все стандартно то есть как он привык поменял мон мон красивый кстати да прикольный цвет жену может там похвалить короче выбор цвета красивый бирюзовый такой видно все ну и по сути короче ничего не меняет только вот вспомогалочек поменьше то есть качаных войск побольше получается и поменял свои но дать и короче удешевел один отряд по моему взял сахеев с нагинатами всех войск не видно я предлагаю давай нажать давай легко пусть по составу элита у него всадник с яре 3 4 уровня легкой кавалерия еще пару отрядов садик с яре стоковый рядом где сущеньками на в лесу самураи с луком здесь стоковый из мороза 5 уровня на дальность все как учили по учебнику так вспомогательные войска представлены четыре штучки по центру и вот этот мощный такой кулак пехотные 4 сахея с нагинатами 4 до сахеечка там собрались но дать и короче 3 ряда качаных на атаку все как бы нормально короче но меня вот напрягает момент вот как он будет приклад прикрывать луки то есть пойдет замес калой как мы будем это прикрывать короче по сути выдвигается великая стража легко спокойно можно нет радио побежать в лес допустим напрягать как бы да есть резон вспомогал очку в ту сторону выдвинуть короче этого будет достаточно даже кого не надо но сейчас она попадает фокус наверно пойдет залп от дайкю дайкю почему-то не стреляют не могу понять почему вот пошел зал но встречает легкая кавалерия цепляет великую стражу осталось только сюда вспомогательный геннаду подвести но это нужно делать все одновременно почему на геннад не бежит геннадо мне она бежит сейчас уже вот так убежит мы при этом короче шрам на свою легкую вели великую стражу вернее не легкую кого выманивает короче 2 као и самураев тяжелых доспехов далее сближаться не собрались короче луки запалил проводе отводит он кого решает не вмешиваться в замес очень правильный ход кстати но потерять уже успел легкой кого аж 18 человек ну да не плохой против 17 великих этих стражников да то есть ну да легкую да как бы для раша играет слишком тайтл вот слишком то этого уже отдал святилище шрам захватил себе и и шрам уже ведет самурай в тяжелых доспехах на крестьянский дом но если уже три до дела дашь на каком здесь раша имеет идет то есть речь как бы смысл стоять вот настолько долго то есть отдавая все ценные дадзио которые есть я не понимаю почему короче не выдвигает луков вот виде два сигару короче и сахейская тыпо можно спокойно по дальности да ну должен двигать понимаешь просто тупо обязан понимаешь и вот вот самая вот беда в том что короче стоит и ждет чего ждет что все дадзио будет захвачены короче врагом и потом придется вступать все равно перестрелку то есть и сразу должен это делать со старта да и уже плюс три морали и так ты просто сахейской тэпо не перестреляешь а сигарными руками не будут стоять оглачь и согласен ну а сигарному нет там все таки да он увидел к видео или то что сахей зашел в зону обстрела дайте пытается его расстрелять попадает фокус начнет сейчас стрелять по сахе сахей будет отстреливать вспомогатель нагинату включил дальность здесь как бы шрам тоже сильно рискует то есть идет как-то не очень но хочет выцелить дай киев своим дай киев своим санкции но это контроль этот момент короче тренировочки не прошли зря молодец дал пальчик короче начинается залп помогалки влетит короче в дайте пока не попадает но зачем сзади дальше отходит вот помогалки кстати неплохо встали выдача начинайки он отходит вот еще шаг назад можно было сделать помогалками не бы как бы то как в ров такой вы встали то есть тропинка здесь есть можно меньше получать урона от пуль согласен с тобой не может очень знает про и замечание не думаю что или это знает про эту фишку ну как бы ребята дороги на рисе короче они чуть ниже как бы может быть в ваниле это не сильно канает но фото это канает дай боже расставлены на линейке короче на дороге они просто тупо не стреляют слушай элита начинает постепенно по одному отряду выводить из леса свой рашевый состав бегут нотати подхватывают авто сигару с луками у которых перезарядка 45 под бафом дадзер сделал пару залпов и понимаешь вам что здесь ловить ничего я вступает еще кавалерию подставляет под залп садников сиаре у нас элита по ним разведились сахеи и напарываются следом асигару сиаре теряет кавалерию элита начинает он рубить вспомогательные ноги на ты самурай 100 типа чудо заморгали в них ехали сахеи ушло вата сделали деборова трачи короче и 90 человек то есть одну треть 1 4 они потеряли поэтому и тач короче кого заводит на проверку высвечивают войска пираты рука вырезают вспомогательные геннад и но слишком сильно растянулся тоже своими то есть свои силы растянул наш шрам рискованную то есть вот это вот такую битву принимает на левом фланге не выгодно сахеем с ноги на той стену я рек атакует короче бафа не даю можно сказать что отряд просто сейчас не удаешь отряд сейчас просто не бою и вторую долбак короче подвел второй тач до потолку торгово сахеи с ноги на той ну и два сахеи с ноги на той сейчас короче рубиться до саня копий ну красавчик ну ну красавчик все как по учебнику все как говорили фланге шрам у нас тупо тупо залпы на это да сахеи степа спокойно перестреливают ну истина копий короче уже нарубила 37 самураев красавчики не самураев сахеев подуши базу удушевлением под удушевлением стоят и держат на себе два ценных а я дал на него датчик пальчик дал но если он заглял используя преимуществ в конницы огненной кавалерии съедает генералу элита то есть прорвался завернул до конца фланг и пошел отлетает генерал решимости отлетает генерал это садится в боевую решимость но с учетом того что посадился поддать дел короче нашел глючит гуляет вдоль дадим рита перерубил но чё не ударить час с ахеями короче 2 двумя стоячими сахеями ночью не ударить в кэпа то ничего не провалить это дело причем меч кому разрубает генерал шрама очень близко то есть сахеями рубить надо рядом один можно короче но дайте отправлять понимаешь отряд а второе перерубать генерала и все и на этом все кончил слушай нет все равно инициатива на стороне шрамом под ним 3 дадзио он даже от не лучники не могут убежать вот все-таки вышел генералу элита да но ненадолго успел он у вас на боевую решимость сахе чеков и генерал шаги генералу причем правил это понимает не помочь своим войскам да не разрубить самураев с нудати короче которых 31 человек нет он два отряда отправил короче генералу элита все полминуты но цахеев бы дернул раньше и все и победил слишком много сил на один фланг и все равно по сути то то есть у 2 сахея только остается у элита вся остальная армия уже разбита ну что я могу сказать вот ты решил заворачивать фланг на или уж вот ты решил заворачивать фланг ты его усилил по максимуму короче три сахея но дать и короче все дела но ты его не заворачиваю вот это твой косяк если бы ты отправил на полминуты раньше этих сакеев короче все было бы все перерублено 1 отправляешь на новости которых осталось раз-два плюнуть и ну может 2 до осуществляет билка то есть для него белки то дело него белки дело до говорили об этом девочки слишком долго стоял в лесу отдать у оппоненту все 3 до 2 это это практически уже полпобеды да согласен давай смотреть статистику ну что сказать шрам по шраму пробегусь 179 пираты вака топе 171 но дать и 5 лыщи сакеи с ноги на 345 человек хорошо встретил самурай с ноуты 142 сакеисты посос 144 кавалерия у нас 91 40 потери на 20 еще осталось дикая стража 85 на этом заканчиваю или тени сколько нужно 9 тебе нисколько не удивляет что сигару с луками по 80 фрагов настреляют ну потому что стояли не настреливали легко водил пак постепенно поэтому так и получилось самурай с нудати у элита 149 человек 109 сакеи с ноги на той две лычки короче самурай с 90 человек самурай с ноги на той 71 дальше я даже продолжать ну как не повалился как минимум шести летных отрядов то есть не оправданы вот такой момент от меня замечу короче да ты собираешься рашить но ты еще 400 короче монет вкладываешь в дайки у которой настреливать 55 человек это раш не это не раш батя то есть как бы кавалерии короче вообще не заиграл вот вот как таковой но не заиграл легкая кавалерия единственное что я отмечу 43 человек великая стажа на 49 и легкая кавалерия на 40 минут нечего то есть какой раш в это не раш 15 человек 22 человека 26 человек но перейдем тогда к следующему бою 1 давай ведет шрам так у нас очень интересная карта загружается на второй бой долина не связала так интересно кто эту карту выбрал все таки ты думаешь что элита или ухаилл выбрал но с учетом того что сторону не меняли короче шрам выбрал для себя удобную позицию как бы это выбирать для себя удобную позицию удалось мы еще по составу так смотрим мы короче от элита но озвучивай ну загрузилась у нас карта до пробежимся по составу элита что он берет на этот бой сахея с нагинатами четыре отряда очень много вспомогательных нагинат также то есть по ходу 4 отряда самура из нода те 1 2 3 4 то есть 4 самура из нода те один у нас на 2 вычки ну и есть опять у нас дальнобойный лук на 175 шагов это самура из луками 5 уровня по кавалерии у элита всадники с яри 2 отряда легкая кавалерия огненная кавалерия и еще по моему всадник с яри генерал вкачан классически в командира до табуретки может пугать во врагов из воодушевления предлагаю стартовать сейчас будут оба игрока подниматься у нас на хребет этот горный то есть наверху у нас святилище внизу крестьянский дом естественно оба игрока расставились под светилище и буду стараться добежать до светилища то есть ну кто первее добежит тот и молодец так что у меня со звуком группы так поставил на ползу так выдвигается они все-таки на холм ну я так сказал шам берет опять с классический для себя состав то есть да сбалансированный есть у него с лучники есть у него сахеи степа он даже может принципе отступить от холма то есть и постараться постреляться побольше да то есть но преимущество задам моральку придется отдавать но преимущество за дальностью все равно у элита хотя правда один лук всего то есть одним луком будет сложно то есть захватите преимущество то есть по перестрелке юхо не и за не завершает маневр ты понимаешь вот это короче желание постоять в лесе в лесу чтобы тебя было не видно вот это короче перебарывает все выгодное положение замут на дзю расположение по карте короче вот эта беда понимаешь если хочешь можно уже кавалерии куда-то вперед выбегать быть уже на холме вследовать скидывать скал с холма не давать самураль с луками короче бегущий вперед и переставляющийся у нас ты по извини и меня на пять лучи которые стоит внизу которая стрелять не может короче ну надо как бы встречать вообще нет к вы заворачивают его кстати поднялись оба оппонента шанс оттягивает у него приоритетом а или ты кстати забыл вспомогательного бороться вспомогательного геннаду забывали то не поднял на холм слушай и несмотря на то что дадзю на равном удалении друг от друга шам поднялся раньше и успел даже возвышенность занятием потому что не останавливал ему чуть-чуть но не останавливал чуть-чуть вперед бронзила по этапу будет стрелять с холма на 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 и при этом еще крестьянский потому что ждет атаки элита выбирала карту ждет атаки ну пошли не смотри и при этом крестьянский дом еще захватывает уже захватил то есть войска у шама гораздо быстрее отдохнут и будут свежие ну то есть ну посвежее момент замес такие с нагинатами получает короче на жестких врагов почти хороший залпик такой огненные стрелы пошла короче стена копий а чем порывается среду копий вообще просто не в оранжевой пяткой стену копию уже мне кажется не взломать далеко у шама стоят но дать и нам сейчас поднимет но опять же таки тоже вот вот говори или же ну-ну-ну братела короче ну растягивать их по максимуму этих но дать ему прожимает им бонзай нет короче он все равно на красной морали стоит сейчас прожил мораль ну наконец-таки вернулась да и вроде как короче 40 человек зарублен ну да конец не проломит протаскивать кстати пехоту или то выбирается до второй линии жирает он сакийское ты по запад пытается его заткнуть короче на это теряет еще у шрама здесь очень сильно ударная ваша тема истерий ноги которому брону зайти сейчас просто зарубить сюда уже подготовил как бы фланговую атаку сахеи с тагинатами до уровня прорывается они поднимут прорывается с хей сагинатами у шрама сахеи против сахея но у шрама он под бафом плюс еще четвертого уровня но благо благо хоть на 9 дать зелена моральку не захвачена шрамом так бы сейчас здесь вообще все по двумя мечами продавил элита центр и бежит куда бежит бежит на генерала будет ли контролить этот момент генерал сейчас у шрама не прикрыт вот но дать и нужно перенаправить и смотри вот не до контроля у элита до слишком вперед сильно убежал и оказался сейчас ниже своего оппонента то есть не получит снизу вверх то и получит это что вот здесь моды эти на краю на оранжевые пятки зашел короче но дайте в 4 лычки его сейчас просто перерубит вместе с кэпом рядом вообще в одни ворот то есть как бы шрам даже не знает куда кавалерию воткнуть оставляет короче он здесь великую стражу нам потанковать и бог с ним что копье подтягивается короче 2 к вы короче бюджетю бюджет и на этом все моргает все приехали короче все самые сильные продавлен да все самые сильные отряды которые автоматически короче сжирает лук ты понимаешь еще закрывать на геннаде сожрал это просто тупо лук и въезжает короче дальше все сидит короче на табурете прикрыться есть чем пострелять ищем нужны может бегут еще сахе и шрамы и зарубят просто сахе и уже ли тебе это кавалерия короче всадник с яре которую вообще делал чем там ищет крестьянский дом он ищет и прикинь отжимал крестьянский дом там нашел короче хотя он хотел отжать видимо спустить флаг минус кавалерия который не участвует боем причем ударная не оправданный не оправданный мув не оправданный да вообще начальником своему бежать или то но я уже думаю же смысла нет уже бегать этот не поможет а все поможет приехали слишком много пятки поимел слишком много неправильно остаются две вспомогательных ноги на ты еще третья нагината про которым до сих пор еще забыл которую не поднял то есть на холм на начале боя просто в начале боя забыл отряд ну да да а белга не всех видимо так но все равно не успевает отбежать элита своим военачальником теряет военачальника я так предполагаю нет начальник жив еще но уже моргает сейчас нужно начать позвать поздравлять шрама с победой короче проходит шам полуфинал у нас или по ходу будет играть против тела добивает шам оставшиеся войска у элита да очень много ошибок совершил элита значит что мне напоминает короче игра элита здесь он должен был побеждать у него было отряда ближнего боя гораздо больше и нужно было просто стараться пить из холма не не давать подняться то есть и вот это вот антош очередной раз говорю пятки поимел очень много то есть поднявшись на холм он должен был поиметь желтую пятку а поимел оранжевую почему потому что несколько мувов было лишним вот поэтому там на грани как между желтой оранжевый вот он поимел и все и все остальные короче зарубы но они просто тупо проиграны кого и проиграна увелся хотя должен был в центре шару визиты кавы почему повелся на и опять не гараж луки какие-то там еще но по сравнению с предыдущим боем более близки то есть уже оба оппонента как бы старались максимально то есть но были ошибки были ошибки у шрама то есть шан тоже мог бы ну сахеев своих проспал мне не давать подняться до сахей степа был про не отвел их вовремя на надо было отводить легче был увидел что сказать 2 . как бы тот кто сумеет овладеть ох ты не успел просчитать короче мастерством длинного меча что-то там будет господствовать перед миром понял какие умные слова сейчас я представляю да так выходишь короче против глуха какого-нибудь с длинным мечом и такой я повелитель мира баб нет но слушая загрузилась у нас уже статистика армии в принципе по численности примерно одинаковые чуть-чуть было больше у элита примерно на сотню ну 243 у шрама короче сакей сногенатой 236 нодати 1204 а сигара с пиками до до 165 всадник с яре который вообще жрал что хотел вообще просто тупо жрал 149 нодати 113 нодати 57 сакей сногенатой который себя тупо не реализовала он себя не резал но это даже не суть так важно поскольку все элитные отряды пехотные себя оправдали то есть и нарубили согласен за все нарубили за всех 175 человек у элита и 88 нодати 87 самурай с луками нодати 77 76 самурай в доспехах а дальше остальное даже все сахеи провалились 44 король за 900 монет мы вот сделаем не убили даже вывод прост элита уважаемый наш любимый ильюха ты будь добр короче если ты рашишь ты рашишь без луков если ты рашишь ты берешь качаную кавалерию если ты рашишь короче тут и поднимаешься на холм 1 но вот наверное вот это ключевые моменты дадзио не отдаешь 3 дадзио отдать на рисе короче а потом рашит ну как-то надеяться на сахийскую обилку так это минус 1 по морали а если в совокупе ну когда шрам захватывает короче дадзио на плюс 3 а ты ему даешь плюс 1 ну как-то сомнительно давай заканчивался с тобой согласен дима да ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите за амбинария если вам понравился обзор только была вообще играбельная игра одного-второго соперника очень бы хотелось это послушать где были ошибки ключевые я думаю деса этого не пропустит ну а кто помог из монеты респекта увожу всем пока следить до свидания